всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy gear watch и сегодня будет у нас интересное видео я думаю для вас по-любому очень часто мне сейчас об этом спрашивают и сегодня будет смена региона на galaxy актив 2 ну а мы с вами поехали менять регион начали ну так ребятушки погнали значит ссылочки будут в описании видео на инструкции не только актив 2 но и также актив и galaxy watch инструкции там немного разные но общая тематика в принципе одинаково о том как прошивать о том как делать точку доступа и т.д. и тому подобное и в принципе я думаю вы посмотрев это видео разберетесь и в тех инструкциях ну а для модели такой как у меня актив 2 это 820 будет ссылочка вот на такую вот целую папку где там есть все короче необходимо именно для этой модели но для самой короче как посылочка все найдете все в первую очередь фоном нужно с вами в первую очередь нам нужно с вами сбросить настройки мы с вами идем настройки самый низ и подключить к новому телефону это первое что нужно сделать пока он сбрасывается я вам покажу вот смена региона актив здесь инструкция по смене региона прежде чем идти по инструкции выполните сброс настроек иначе получите кирпич эта инструкция сделана из двух которые я нашел на фопада я вам сейчас покажу нашел на фопада и просто из двух собрал одну почему сейчас объясню здесь есть полезная инструкция по смене региона 1 и 2 которая простая так вот значит которая посложнее так скажем вот она она действительно здесь мама дорогая какая вот это инструкция она попроще но здесь нет инструкции о том как допустим прошить вот комбинаш куда на данные часы это комбинированную прошивку и также нет о том как прошить нормальную прошивку в конце всего в этой же инструкции то есть но часть ее нам вообще не нужна будет начиная вот с этого шага и заканчивая 29 вот это ничего нам не надо будет вот так все остальное нам пригодится все остальное нам пригодится поэтому я просто упростил и эта инструкция ссылочка вот на этот архивчик тоже именно для моей модели будет в описании видео а также будет но на ссылочка на эту вот инструкцию где здесь есть и на 40 модель все так сброс у нас произошел сброс у нас произошел все отлично и теперь мы с вами начинаем значит а сейчас загрузится часики и попрем в первую что нам нужно сделать как он здесь вы видите теперь убедить что ваши часы заряжены 90 процентов и выше теперь удерживайте кнопку домой пока на часах не появится экран перезагрузки загрузится до конца и мы с вами начнем лампу боленечка простыл поэтому буду швыркать микрофончик не обращайте внимание так ну все сброс произошел что мы значит теперь делаем видите сразу соединение вылетает у меня все нажимаем и ждем выключение перезагрузки в этот момент нажимаем вот так несколько раз и нам нужен тут 3 3 пункт вот смотрите этой же кнопкой на вы переключаем по пунктам нам нужен 3 на 3 навели и зажали все отпустили это режим загрузки и режим загрузки сейчас прогрузится и надо будет еще нажать надо будет еще нажать и переходим мы с вами к компьютеру сделаю вот так еще нажал все пошло режим загрузки теперь если мы зайдем вай фай посмотрим то вот они наши часики в этом режиме часы создают точку доступа через которую и прошиваются у не значит все идет подключение мы с вами переходим в папочку нашу нашу папочку и нам нужен вай фай 1 вот эту открываем и запускаем файл вай фай один все он подключился если у вас на часах могут сейчас я вам покажу в этот момент вот здесь перед тем как запустить один могут пойти красные полосы такие ну цифрики там всякие это ничего страшного это прекратится как только вы запустите один и он за коннектится с вашими часами все значит теперь мы идем в об сюда нажимаем и нам нужно прошивочка комбинате вот этого все разархивируйте приготовить и сразу открываем ее она загружается во время подгрузки этой комбинированной прошивки один он будет не отвечать это нормальное явление вообще по прошивке именно по загрузке этого файла что в часах что в смартфонах когда пошиваешь его через один самсунг именно сейчас немножечко повиснет конечно зависит от мощности еще вашего компьютера у меня настольный компьютер не особо мощный ну так вроде ничего все ожидаем когда он прогрузится этот файл все прогрузился заходим в опции и убираем авторитет все авторитут убрали и нажимаем мы с вами ажом и с вами нажимаем а нажимаем мы с вами старт и все и ожидаем когда наша прошивочка прошьется это займет ну личное время вообще полная вся процедура первый раз когда я ее сделал она у меня заняла где-то по времени ну не знаю минут пятьдесят на это потом уже ушло на минимум так как уже разобрался сейчас все пока ждем так дорогие друзья комбинашка наша прошилась теперь мы нажимаем с вами резет выбираем четвертую строчку строчку воде не и уже идем нам нужна нормальная прошивочка родная вот она и здесь выбираем вот этот файлик последний третий до такой же как и окно и открываем него все он загрузился мы с вами также заходим в опции убираем авторитут нажимаем старт эта прошивка будет быстрая потому что весит немного совершенно 80 мегабайт да почти возвращаясь к нашей папочки мы должны с вами также что еще сделать а вот этот вот файл вот этот вот файл целиком себе гида или иди как он там называется я не знаю все прошивочка прошла у нас теперь мы с вами берем здесь опять нажимаем резет а вот этот вот файлик вы должны скопировать в директорию диска c также как и у меня здесь смотрите вот у меня есть или пусть он у вас также здесь и лежит скоро нам пригодится именно папочка вот это так все теперь что мы делаем опять нужно нам перезагрузить наши часики и войти в режим рекавери это делается точно так же как здесь написано смотрите так вот мы это сделали теперь удерживайте кнопку домой на своих часах пока не увидите заставку повторите шаг 6 6 помните немедленно нажимаете начинайте нажимать на кнопку пока не появится список с опциями и нам нужно выбрать опцию рекавери заходим делаем начинаем вернее нажали и держим появился либо тоже начинаем давить все вот они опции нам нужно рекавери выбрали рекавери надавили опять кнопку держим все теперь отпускаем сейчас наши часики должны несколько раз перезагрузиться и загрузиться в нашу модифицированную прошивку нашу комбинированную прошивку комбинаточку так сказать да все вот здесь здесь написано теперь с непонятными значками она так и будет потом запустите настройки в часах включите вай фай подключить к вашей сети короче нужно к нашу общей сети допустим ваш вайфай есть сейчас уже нам не нужен он так как отключилась видите сеть наш он подключился к сети вайфай и нам надо будет сейчас тоже подключиться к сети вайфай и и записать айпишник наших часов сейчас этим мы с вами и займемся еще раз прошу прощения но простого реально а время тянуть не могу потому что обещал одному подписчику ближайшие дни выложить данную инструкцию а болею уже давно сейчас до грузится до конца загрузится до конца и продолжим все вот видите эти символы появились непонятные так теперь мы нажимаем кнопку выключения и переходим в настройки здесь выбираем с вами настройки заходим в них идем вайфай находим заходим вайфай вайфай всегда выключенному надо включить всегда включить и все подключился мы заходим сюда не вводим пароль в данной сети чтобы подключиться готова подключаемся все подключили к сети теперь выходим из этого меню в общее идем самый низ нам нужно часа нажали часа и его вниз и нам нужно пау нажали на пау пау мы ищем версию пау вот она и начинаем топать по ней готова включен режим разработчики теперь нам нужно с вами просто перезагрузить наши часы так перезагружаем часики один нам пока не нужен мы его свернем так перезагружаем часы теперь открываем cdk ну еще нет нам нужно же айпишник я по моему забыл его посмотреть поэтому смотреть будем сейчас ну хотя и cdk мы можем уже открывать идем в диск c cdk data tools и запускаем вот этот файлик запустили мы его все у нас подключился сразу видите часики наши идем в настройки опять и находим вай фай твой подключение айпишник нам нужна наша сеть еще раз на нее нажали спускаемся в самый низ и вот этот айпишник нам нужно прописать cdk что мы значит делаем копируем вот это вот отсюда конек точно только эту запись маленечко отступаем нажав на shift и вписываем наш с вами адрес 192 . 168 . 0 . 19 готовы и нажимаем intel это происходит соединение в общей сети вай-фай все мы подключились с вами к нашему к нашим часам теперь переходим к следующим шагам и начинаем вот с этих записей копируем эту запись строчку нажимаем intel так делаю чтобы удобнее было теперь будет backup на ноутбук записей системы именно связанных с регионов они у нас сейчас будет копироваться в наш вот именно вот в эту папочку вы сейчас это увидите видите один появился теперь берем и второй файл он даже не копируется полностью переносится все перенеслись и второй файл вот они оба теперь открываем первый файл в блокноте ему надо открывать и меняем регион который вам нужен ну я просто сделаю то же самое что есть все сохраняю открываем второй файл опять же в блокноте удаляю старый регион если он у вас здесь не всегда какой вы хотите заменить удаляю и пишу тот который мне нужен все это же сохраняю теперь портируем эти файлы обратно вот видите праве файлы потом записанных часы берем файл строчки копируем ok intel следующий и последний файлик все скопировали все по сути наш регион изменен на тот который мы писали теперь мы с вами это нам уже не надо нам сейчас опять понадобится один мы теперь с вами повторяем шаги 5 6 7 8 9 10 и 11 выключаем нажимаем на кнопку включения и держим пока не появится ребут не начинаем быстренько нажимать чтобы попасть в меню раз все попали в меню опять третью строку вы же выбираем нажатием долгим и ждем когда загрузится загрузочка сейчас прогрузится и мы нажмем еще один раз видите пишет error это ничего страшного не бойтесь раз сейчас прогрузится и все будет нормально уже нормально смотрим заходим в вай фай так пока не появился ну сейчас вот она еще раз нажали и начинается ждем ждем не хочет прогружаться либо уже прогрузился до прогрузился все вот видите надо просто было перезапустить вай фай подключаемся подключаемся и сразу видим один у нас увидел наши часики все он законектился с ним теперь выбираем нашу официальную прошивку был а.п. здесь как и в первый раз сейчас подвиснет ненадолго нашли потому что этот файл достаточно большой около где-то 1 гигабайт 700 гигабайт почти 2 гигабайта ожидаем когда он прогрузится так прогрузился и выбираем через строчку csk да или как он там к с к этот файл не знаю как он называется выбираем его открыть в этот раз в опции авторибут не убираем все и нажимаем на старт и ожидаем дорогие друзья завершение прошивочки ну а пока ждем так ребятушки ну все наша прошивочка завершается чуть-чуть чуть-чуть осталось и сейчас будет ребят так маленечко опана все резать перезагрузочка все все закрываем это нам ничего не надо я могу файл уже тоже удалить ну и дождемся загрузочки чтобы всем и вам и мне было понятно что все нормалек все настроечка видите на русском если у вас было до этого на английском то будет на русском если вы будете перепрошивать регион россия в принципе ничего сложного сейчас вот ушло у меня сколько 33 минуты 1 первых раза три у меня ушло наверно первый раз вообще минут 50 почти час потом поменьше 36 вот сейчас вообще 34 все дорогие друзья все прошилось пожалуйста сейчас осталось только за коннекти ставить samsung pay ну вот так дорогие друзья все таки легко и просто когда знаешь короче вам же напоминаю что вы на канале galaxy watch подписывайтесь на канал делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях ставьте лайки пишите комментарии естественно только в том случае если мои видео были для вас полезны не забывайте что в описании каждого видео есть группы и еще два моих канала которые можете пройти подписаться ну и там же вы тоже найдете много чего интересного для себя всего доброго до новых встреч на канале galaxy watch а